Девочки, всем привет! Я сегодня хоть волосы помыла, а то вечное видео снимать. У меня не понять, что на голове. Блин, не могу показать свое лицо. Я же такая красотка. Всем огромный привет! Мы с дочей, доча отработала, мы готовим ужин сейчас. И опять у нас, как всегда, нам нужно все-все по-быстрому. Я сегодня готовлю на ужин тевтели в духовке, более-менее полезные, более-менее полезные из говяжьего фарша. И что я еще готовлю? Ну, все-таки я уговорила дочу сготовить три картофелины, но у них огромные картофелины, она не хочет никакую есть картошку. И я ей говорю, слушай, у нас вот есть баклажан, представляете, он весит 800 грамм. Я его завешала. Вот такой размером с кабачок. И я что ей говорю? Давай приготовим икру из баклажана. Ну, у нас вот все понемножку, по 250 грамм здесь овощей, и томаты у нас были в банке. Потому как у нас, говорю, зять ни разу не пробовал икру из баклажан. Ну, он, конечно, и не в восторге от баклажан. Я как-то готовила с чесноком. Ну, он не с железом, но он ест. Проглатывает. Да, вот все блюда, то, что мы здесь готовим уже, сколько мы здесь и котлеты, и что мы там готовили, борщ. Он все-все ест. И говорит, спасибо, Лариса, очень вкусно, Лариса. Может, ему сто раз и не нравится, но он все ест и благодарит. Сегодня мы ему учудим, сготовим икру из баклажан. Да, заметим, что он называет тебя Лариса. Да-да-да, здесь так принято. Не Лариса Витальевна, не там мама. Ну, там у нас иногда бывает, они посмеются друг другу мамой, сыночком назовут. Ну, у них разница в возрасте небольшая, поэтому это смешно. Ну, прям совсем небольшая. Ну, ты же молодая девушка. Ну, конечно, еще бы. Ну, давай уже готовить. Надо мне все резать, да, пилить. Давай, Чика, я кое-что покажу у нас в Ку-Ку. Девочки, смотрите, всем интересно, как мы с Джаредом, история нашей любви. Вот, пожалуйста, это он мне предложение сделал в ресторане Ку-Ку, да? В Барнауле. Вот, какие мы были красавцы. Ой, Ку-Ку, что мы говорим-то? Нет, что это был за ресторан? Я уже забыла. Таня нам что-то выбирала. Или не Ку-Ку? Короче, Ку-Ку, да, мы там... Мы уже сами Ку-Ку. Мы уже не забыли, да. Мы не забыли, мы уже забыли. А вчера мне еще зять сказал, что я 60 или сколько баксов сэкономила. Да, сделала. Букет увидела. Букет. А что, смотри, красивые, правда же, да? Ну, это из нашего огорода. Ну, дочь говорит, надо их вырезать и выкинуть. Ну, я пошла вот, хотя бы цветущие все срезала. Да, молодец, мама. Девочки, а тут готовится... Что это, мама, называется? Сейчас мою духовку грязную весь мир увидит. Тевтели готовятся. Это подливка или подлива? В общем, я ее приготовила, спрятала. Как правильно говорится, я даже не знаю. Про бленд залила и все это залила этим тевтели. Вот так. Ну, короче, у меня будет подлив. Может, кто-то подскажет, как правильно говорить-то? Я даже не знаю, уже забыла. Соус, короче. Соус, я назову это соус. Дальше что? Три картошки. Блин, три картошки ты порезал. Там этот... Полкастрюли. Полкастрюли. Еще мама, блин, использует эту кастрюлю. Эта кастрюля уже 150 лет. Я купила новую. Специально, вот для мамы, чтобы она приехала и готовила в красоте. Вот нет, ей надо старое использовать. Это у нее болезнь с хреновины началась. Если кто видел хреновину, там эту... Сейчас я покажу кастрюлю. Кстати, тут еще в Америке принято... У меня, конечно, старенькая кухня, но в Америке принятые вот такие это... Лэйзи Сьюзен называются. Ой, у тебя духовка так включилась, мам. Она-то, наверное, не приготовилась. Вот Лэйзи Сьюзен называется. Вот так вот вертишь, крутишь. Я не знаю, в российских кухнях есть такое? Может, есть уже? Вот, ну это вот кухня 56-го года. И вот я купила ей новую кастрюльку. Она такая прям классная. Мама что-то и не пользуется. Видите, что меня мама перевезла из России? Какие блюда красивые. Вазы. Так это блюдо для торта. Нам надо торт-то купить, отметить, что вы приехали. Что мы вообще не отметили ничего. Ну, у нас это потоп этот случился, и мы закрутились. Вот еще какую красоту. Это Наташа, да? Ваза Наташи называется? Какая-какая-то серия. Серия Наташи, да. Мам, мне нравится. С моим именем. Временем. Что тут происходит? Резание лука? Да, я крашу лук. Ммм, не-мм, не-м. Да можно его уже начинать обжаривать. Ну да, я к староду поставлю. Ну вот, налила оливковое масло. Сейчас включу. На среднюю, мам, или на высокий огонь? Давай на высокий огонь. Ну, наверное, подождем пока, чуть-чуть нагреется, потом положим. Да, нарежется. Перец болгарский? Да, он у нас зеленый. Зеленый, потому что самый дешевый. Мы экономим. Один перчик стоит 78 центов. И еще надо не забывать, что здесь в штате, вот конкретно в их штате, в Южной Дакоте, налог 7%? Да. Ну, то есть, рассчитываешься за все, хоть за продукты, хоть за вещи и 7% налогу. А в каком штате, в Миннесоте нет налога, да? На вещи нет налога. На вещи и на обувь. Там, если покупаешь, например, стоит что-то 220 долларов, например, твоя обувь стоит 220 долларов. Вот так она и стоит. Кручок жарим. Морковку решила потереть на терочку. А папа у нас сегодня, смотрите, повешал корову. Мы корову привезли. Привет, пап. Смотрите, какой папа у нас тоже. Замученный. Замученный. Как будто из шахты вылез, пап. Ну, так и есть. У вас трансуха? Нет, у нас видео. Ну, давайте. Здесь. Может быть, я не такой лук какой-то покупаю. Может быть, я неправильно жарю. Но он жарится очень долго. Да он жесткий такой. Я забыла совсем про это. Вот сейчас мы добавили сюда прям капельку воды, и я прикрою крышкой, чтобы он был такой нормальный. Ну, он нежный, да. Нам нужен нежный и не жесткий, чтобы он не хрустел. Контошечка там варится. Приготовился. Его положили в отдельную тарелку. На икру. Привозил. Покажу. Дозатор. Мне немножко он не нравится, потому что я не знаю, когда это заканчивается. Баклажан я взяла целый. Он у нас весит 800 грамм, как я говорила. Потому что, ребят, тупой. Ничего страшного. Папа еще не вытащил. Он уже говорит дочери. Тебе надо купить точила. Тебе надо купить паяльник. Тебе надо то купить, то, другое, третье. Сегодня вешал картины у Алекса в комнате. Что он еще делал? Вот здесь эти вешалки повешал нам. Эту корову прилепил. Там еще кое-где хотим что-то прицепить. Кто будет делать? А, ручку на дверку сделал. Прям хорошо. Как ты дверь поставила, так и мучились с одной. Как-то неправильно порезала. Длинненькие тут оказались. Все нормально. Баклажан я покрупнее крошу. Как он быстро окисливается, да? Темнеет, в смысле? Темнеет, да. Ну, окисливается реакция с кислородом. Вкусная икра будет, баклажанная, реально. Такое сердце прям. С любовью. Это я тебе, помнишь, как ты приехала, покупала, да? Мы что-то бутеры делали и в долларовый пошли. Да. Я любила долларовый, потому что он был у колодочного дома. Раньше она там тусила постоянно. Так, сейчас я сюда томаты укладываю. Мы их, я уже говорила, из банки, они у нас. Обсуждаем, чтобы нам приготовить в субботу. Ну и показать вам на видео вкусненькое. Вот такие спагетти, они обалденно вкусные. Ну, скорее всего, постараемся это сделать в эти выходные и вам заснять. Сотка такая, огромная, сотейник. Жарим вам морковь в той же сковороде. Ну что, пойдем? Жарим вам морковь в субботу. Зять приготовился, купил двухлитровую бадью майонеза. Называет меня майонезная королева. Может, он вчера подшучивал, что я салаты не готовлю? Может быть, она такой тонкий намек на толстые обстоятельства. Да, я люблю здесь салаты готовить. Здесь все покрошенное рейд, сыр уже потертый, все-все-все приготовленное. Морковка готова? Почти сухая. Дочь, они любят жирные. Это достаточно жира. Помидоры готовы? Томат? Да, тоже готово все. А помидорами-то не назовешь консервированные. Так, и осталось бы... Назвели еще совсем капельку оливкового масла. Мы все готовим на оливковом масле, потому что мой муж нам запретил использовать подсолнечное. Вот реально сказал. Я, говорит, сам буду покупать оливковое масло ведрами, если надо. Но готовь только на оливковом. Не хочется подсолнечное, не хочешь, чтобы у него холестерин повышался. Девочки, так как масла очень мало, налила сюда ложку столовую воды, чтобы не сгорело. Чем занимается наш папа? Как у тебя работа продвигается? Арбатинг по Стахановски. По Стахановски, да. Так красиво выглядит с новыми досочками, которые мы вчера купили, да? Ну да. Симпатично. Молодец, папа. Как будто это. Не хватает одного Стахановца. Ну, куда деваться? Алекс подрос. Вот получилось, что бетон. Отключи по-нибудь, покажи. Хорошенький. Ну вот, баклажанную обжарила. Теперь все овощи скидываю. Даже масла нету. А что, должно литься? Ну, у меня, думал бы, тут масло лилось. Так, сейчас я это все перемешаю и посолю. Не солила же еще. И солить надо мало, потому что они соль мало едят. А что? Так, сейчас еще поперчить хочу немножко. Так, Алекс же будет кушать. Вчера борщ у нас ел. Как он наяривал борщ. Вообще не говорите. А я вчера сварила борщ из косточек. Они покупали домашнюю корову и кости купили. И мяса было мало. А он говорит, не понял, где мясо-то? Мясо кусками не валялось. Ну, не говори, как привык. Так, он покушал. Я ему говорю, вот ты молодец, ты покушал ланч. Ну, сапперли, ужин. И тебе, я дам теперь тебе шоколадную конфету. А он говорит, можно я еще ланч покушаю? Чтобы шоколадную конфету взять. Икра готова. Ням-ням-ням, как она блестит и светится. Такая вкусная, не представляете. Я уже попробовала. Мамочка моя дорогая сделала еду. Присела отдохнуть. Боже мой, как пчелка. Как вот эта вот пчелка. Она уже устала, она отпала. И мама также села с уставшими, с томными глазами. Сейчас муж тоже мой, как Адриана Челентана, придет уставший. Вся наша семья будет уставшая. Зато счастливая. Мы вечером все такие уставшие. Все везде трудятся. Все трудятся просто. Ужилые обстоятельства. Майонез ему нужен. Смотрите, какой у нас красивый стол. Красивые родители. Красивый муж. Сына нет, он в туалет пошел. Ладно, давай, Джаред. Го форт. Джаред пробует укропа, Клажана. Вкусно? Окей. Что, Алекс? Мамочка не укропает. Окей. Все? Пап, как тебе? Ты попробовал еще? Ну, он уже. Ты думаешь, первый раз пробует баклажан? Ну, все равно первый раз. Я мужа заставила кофту новую одеть. Дай мне, чтобы... Звучит, икра заморская баклажанная. Нет, капочковая. Я мужа заставила новую кофту. Ну что же, всем пока-пока. Алекс. Алекс, ты будешь икру? Ну, что ты там борщишься? А, вот эта зелень. Фу. Как я делаю? Зелень попробовал. Давай, вытащи у него зелень. На. Петрушку он не ест. Да. Ну ладно, всем пока-пока. Всем приятного. Помахай ручкой. Джерри, wave your hand.